Привет, пацаны! С вами Андрюха Севера, Денис Ермилов, канал Гитара Кому за 50. Итак, пришло время узнать о его сольном творчестве, что он успел сочинить помимо участия в группе NGC, чем он занимался всё это время, чем занимается. Итак, кстати, вот его первая гитара, он её ещё не видел после небольшого апгрейда. Тут гриф винтом, но это не страшно, когда есть золотые руки. Сейчас всё нормально, гитара играбельная. Итак, отдаю её Дену. Вкратце расскажи, как она тебе сейчас? По кайфу. Я даже, ну, в плане крутилок, у меня, конечно, были типа таких же крутилок, как... Ну, здесь намного лучше. Ну, лучше, конечно. Ну, сейчас он маленько поигрался, конечно, лучше стало даже с толстым калибром. Уже нету такого звона, как раньше это всё дребезжало, всё фонило и было некрасиво. Ну, это так чисто... Ну, лёгкий апгрейд, да. И так, чисто дома брякать, так самое... Ну, в принципе, её вот эту ненужную винтажность убрать, так вообще замечательная гитара. Ну, чё, Ден, что ты сочинил? Есть какие-то композиции, вот что не вошли, что не востребованы в группе? В любом случае, ты бренчишь, что-то сочиняешь, я знаю. Ну, это просто как... В не вошедшего, в принципе, ничего такого не прошло. Вообще, по идее, как бы, ну, всё, все задумки были реализованы. Просто, получается, я когда ещё с Саней, мы только начинали, он такой, ну, ты, говорит, там, наверное, сейчас, если что-то будешь скидывать, там, наверное, прям метальные такие рифы, что прям отвал башки. Надо, говорит, что-то такое, говорит, там, помелодичнее, у него это слово любимое. Там, помелодичнее, чтобы там всё было красиво, там, где-то что-то аккуратно. Мне, говорит, твои чёстки, говорит, они не нужны. То есть попса. Ну, не то, что попса, и как это самое. И я начал такие, ну, чуть ли не реветь, короче, поеду них что-то такое, вот, просто наигрывал. Я говорю, типа такого, он, говорит. Слушай, говорит, я, говорит, даже не думал, что у тебя всё так, типа, там... Настолько мелодично, да, и за душу берёт. Я, говорит, думал, ты там что-то будешь, там, просто, там, чёстка поменяется, а смысл, типа, останется одним и тем же. Ну, в итоге, как бы, я, он, говорит, типа, я думал, ты там, жёсткий металлист. Я говорю, да, как бы, нет, дело-то не в этом. Просто говорю, всё, что можно было реализовать, реализовали, по идее. Есть, конечно, ещё там, ну, то, что чисто я так дома. Сам для себя пиликую на гитарках. В общем, ну, давай изобрази что-нибудь, хотя бы для начала первую композицию. Может быть, попробовать... Это не композиция, а подыграть? Да. Как, как ты думаешь, получится она? Это не композиция, а подыграть? Ну как? Нормально. Точно? Да. О, блин, удивительно. Даже не ожидал такого. Удивительно. Первый раз сел за установку. Ну, вроде получилось. Я на ударных, ты на гитаре, его какая-то новая композиция, сольная. Как она называется? Как ты её сочинил? Нету никакого названия. Где-то услышал, там, кусочек какой-то, и в остальную башку пришло само. Играл, 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 делать нефиг было. Так получилось. То есть ты, вот, нет у тебя конкретного такого, ну, такого направления индивидуального, как сочинительство. Просто ты наигрываешь, что в голову приходит, в процесс импровизации, да? Ну, да, что-то типа такого. Я даже не могу себя назвать, там, как, композитор или что-то. Давай я тебя так буду называть. Ну, потому что, как-то, ну, не знаю, композитор, это, мне кажется, там, когда ты придумал, там, песню от начала и до конца, как вот ты вот её в голове слышишь. А когда собирались-то раньше здесь, как бы, ну, все, там, особенно у нас Саня, бывший барабанщик, он, как бы, ну, в гитаре вообще, ну, там, знает глупотре аккорды, и то не умеет на них играть. Он, типа, говорит, вот, подходит, вот, там, ну, что-то пытаемся наиграть, он, все, палки бросает. Подходит, вот, Дэн говорит, вот, попробуй вот это вот, вот, там, я тебе сейчас над атакую, ты попробуй изобрази. И, да, вот, начинается мозговой штурм, я ему играю, он не то, переигрываю, как-то пытаюсь, что-то переделать, не то. В итоге, всегда возвращаемся к первому варианту, он, о, вот это оно, все, ништяк. Ля, возьми, ля, а что это такое? И все, ну, как бы, какие-то, в основном, вообще, бриджи, которые вот у нас в песнях, какие-то, там, прокачки, раскачки, как бы, в основном, как бы, Саня всегда был инициатором их придумать. А то, как-то у нас там вступление, предприпев, предприпев, конец. Он говорит, там, надо как-то раскачать. Ну, объяснял он на пальцах, но понятно. Да, 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 на пальцах и, там, на тататаке, что-то, нормально все было. Ну, это главное, вот, чтобы взаимопонимание было, блин. Ну, да. С полуслова, он вот ударил, ты уже понимаешь, какую ноту взять, грубо говоря. Ну, да, как бы, у нас, в основном, вообще, такого не было. Он просто может сидеть, грубо там, давайте, там, поджимем, вообще, там, отбалдычем, поиграем. Он, там, что-то начинает свое, я начинаю. И, там, остальные тоже ребята подтягивались. Просто, например, я знаю, что он, там, играет, там, грубо, 4 квадрата. Я, там, знаю, что он 4 квадрата отыграл, и какой-нибудь, там, переходик делает, там, на барабанах, там, или на тарелках. Как бы, я это знаю, что сейчас, вот, я, там, играем, 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 и сейчас какой-то переходик будет. И я, там, что-то тоже пытаюсь, там, как-то подстроиться. А остальные, остальные думали, что, что-то не то происходит, и, короче, все уже идет не в такт, и все идет это самое. А мы с Саней вдвоем по кайфу нам было. То есть, у вас магия шла, вот. Ну, как-то, я говорю, вот, все как-то с ним нормально было изначально, как-то. Там, там, 8 квадратов он играет, все, как бы. Это было сразу, как бы, интуитивно друг друга понятно. И нам даже, когда, помню, на первом нашем выступлении в Точке, нам Саня, звукорежиссер, сказал, ну, говорит, как бы, видно сразу, что вы, там, ну, играете не то, что, там, долго, а сыгранность у вас, говорит, есть, говорит. Это, говорит, как бы, ну, сразу слышно и видно. Мы такие, Саня, ну, ничего, спасибо, что там, комплименте. Хотя бы... По стороннему человеку видно. Да, мы просто думали, вот, там, тут что-то, тут не то, тут лоханулись, тут опоздал, тут не успел и так далее. Ну, не зря же, вот, группа начиналась с вас двоих, фактически. Ну, по идее, да. Не зря же мы друг друга нашли. Ну, да. Он, получается, как основатель, я, как правильно сказать... Прихлебатель. Да, прихлебатель. Один из... Да, да, да. Один из... Ну, Дэн, смотри, ты вот сидишь, наигрываешь, что-то получается, сочиняешь. Что еще у тебя получилось? Вот смогешь вот так вот сходу? А я подыграю, если получится. Надо пробовать. Давай, короче, смотри. Пока не попробуем. Смотри, вот тебе известная гитара, обыгранная, все, ну, практически родная. Родная, родная, слов нет. Давай, попробуем сейчас, побринчи. А что бринчать-то? Это как своя, можно сказать. Вот, пацаны, на этой гитаре альбом записан, отыграны концерты. Блин, гитара с историей. Блин, гитара с историей. Так, ну вот, смотри, привез я вот эту гитару в Ашбум, она тебе тоже знакома. Ну, сталкивался ты с ней и играл на ней не так долго, не так много, она тебе не очень понравилась, но, блин, все равно я ее привез. Не то, что она так же по кайфу выглядит, играбельно, все удобно, просто немножко выхлоп у нее не тот. Ну, это для записи. Ну, понятно. Корто, я знаю, что он проверен уже временем и все, и все прошел. Да, это действительно тот инструмент, который можно и на запись использовать, и, ну, как, рабочую лошадку, во всем смыслах этого слова. Прикольная штука. И уронить, главное, не жалко. Нет, вот это как раз жалко. Уронить жалко, тем более, когда не свое. Нет, я имею в виду, что она не очень дорогая, допустим, ни сто, ни двести тысяч. Ну, это да, да я мне... За 11 штук брал, это вообще шикарно. Я чертова знаю, я лично, я, конечно, понимаю, да, там, что чем инструмент дороже, типа, значит, он должен, как говорится, показывать наилучшие характеристики, там, в игре, на студии, на сцене. Ну, просто, как бы ты говоришь, что не дай Боже, и урони, и это же все. Ну, тут сочетание качества и цены. Просто шикарное, блин. Я, кстати, вчера смотрел видео, там один авторитетный человек говорит, что, допустим, стратокастеры в Мексике делают чуть ли не из пяти кусков клеит корпус. А в Америке из двух кусков. Это влияет на сустейн. Ну, опять-таки, он говорит, что, допустим, если вы хотите играть по клубам, ставите задачу такую, записывать в студию, то есть, вот этот вот мексиканский инструмент подойдет вам на 100%. Ну, так же, как и корт. Кстати, из трех кусков сделан корпус. Ну, никто ничего не замечает. Так, ну, что, Дэн, еще что-нибудь сыграешь? Есть у тебя в арсенале еще какие-то композиции прикольные? Да у меня не композиции, у меня так часто... Ну, неважно, неважно. Импровизация. Черт его знает. Так-то, в основном, надо, надо, это... Ну, давай, вспомни, подумай, поспоминай, давай. Передаю тебе известную, знакомую тебе гитару. Черт его знает. Ну, блин, это ее правда. Неудобно, братик. Привыкай. А что, ты, из бацей? Своё? Из своего? Так, ни хрена себе. Ах, как ты хотел. Раз уж тут вечер, точнее, день импровизации. Я за барабан даже садиться не буду. Так, ну вот, композиция тоже без названия. Вот что у меня получилось. Я не знаю, как там попал я в квадрат или не попал я. Да, ну ладно. У меня, кстати, Дема, последний, наверное, в репетицию сделал такое замечание. Он говорит, Дэн, ты же, когда на гитару настраиваешь, ты хоть вообще там знаешь, как там? А, Г, там, туда-сюда, по нотам. Я в ней не знаю. Вот поэтому у тебя каждый раз прошу, чтобы ты мне помог, либо он когда свой настроит, я под него настраиваюсь. Он говорит, Дэн, ты же, сколько на гитаре играешь? Я говорю, ну, лет, наверное, 15. И говорит, элементарных вообще не знаешь. Я говорю, не знаю. Как-то вот, ну, то ли не пригодилось, то ли что. Но надо заполнять этот пробел, это обязательно. Ну, у меня вот это вот А, Б, Дж, Е, вот такими буквами, вот на такой бумаге написано и на стене накреплено. Я, например, аккорды, это как бы там, как они, три блатных аккорда, такое-то я знаю, как бы с этого и начиналось вообще все. Мне когда вот отец купил вот этот ханстер, или хэнстер, как там, правильно, черт-то знает, он говорит, короче, показал мне три аккорда, самый первый. Он говорит, сыграешь их, если, говорит, приезжаю с вахты, сыграешь, все, будешь, типа, играть на электрогитаре. И самое главное, что когда вот он приехал, там что-то сыграл, потом он мне перебор показал какой-то там тоже, надо было тоже его научиться, чтобы был стимул вообще, чтобы гитара, как говорится, не полетела со второго этажа, или в голову. Потом как-то более-менее, ну, когда вот мне, помню, купил книжку такую здоровую, там, какой-то дядька был нарисованный, и он как-то, там даже была инструкция, как сколько-то миллиметров ногти отращивать. Чтобы было удобно, там. На правой руке? Да, на правой руке. Я говорю, так нифига себе, вроде как бы на девочку не похож, чтобы там отращивать. А вот сейчас вот просто время проходит, как бы, мы-то привыкли там, медиатором, туда-сюда. А кто вот играет на классической гитаре, они такие классные извлекают, вообще, по идее. И вообще, я с одной стороны даже офигеваю, что, как у них, нету рассинхрона вообще, ни левой руки, ни справа, ну и так далее. Как бы, у них вот это все гармонично, ну, классно вообще. Но этого добиться, конечно, сложновато. Ну, да, я, поэтому, когда Андрей и этот, ну, его все, басисты спрашивали, типа, а что у тебя на экзамене будет? Он там, какой-то венецкий, там, сюрприз, что-то в этом роде. Ну, давайте, там, сыграй туда-сюда. Он, как-то, я вот все привык, что он там двумя пальцами на одной группе в струне, он играет, играя. Я тут взял у него, там, сразу, там, этот поддел, мизинец у него, тут что-то, там, крик, хрипнул, крюкнул. Классно, вы думали, блин, нифигаси. Потом просто ради прикола дома в этот, в YouTube зашел, посмотрел, все, разбор, все там, от А до Я. И вот все, что я сыграл, это первые два аккорда, и все. И дальше у меня все перепуталось, запуталось. Я такой, ну, есть куда стремиться, есть к чему идти. Ну, он же по классу, как раз, классическая гитара. Классическая гитара, да, да, да. Там, в первую очередь, их и учат, чтобы все это синхронизировано было, правое, слевое. Указательность, указательность, ну, грубо говоря. Ну, и классическая гитара, там, на ней гриф немножко пошире, поэтому, там, как бы еще... И плоские, абсолютно. Да, и там есть, как говорится, где, с одной стороны, разгуляться, там, для пальцев, чтобы ничего... Это вот на электруках, в основном, уже все. Ну, я иногда практикуюсь на классической, у меня есть, но там, блин, конечно, нейлоновые струны, они под пальцами катаются просто. Очень неудобно. Так, ну вот. Так, ну вот. Вот это я сочинил. Твоя очередь. Чтоб был один-один. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя, я смотрю, еще инструмент. Это уже когда ты немножко начал играть на электрогитаре, отец посмотрел, что все нормально, гитара не простаивает. И вот это купил, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, инструмент, конечно, красивый, интересный, звучит круто. Найбанес, я так понимаю. Эбанес, айбанис, там, все как по-разному говорят. Ну да, по идее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мне получается, это мне, получается, был подарок на день рождения. Что-то я просто, папа говорит, типа, давай какую-нибудь гитару возьмем. Я говорю, вот что-то где-то слышал, вот 12 струнка, просто вот хочу попробовать. Он говорит, ну, давай съездим в магазин, посмотрим. Приехали. Там всего было две, такая, и там еще какая-то профессиональнее. Я говорю, ну, зачем мне дорогую игру, балалайку такую вот так? Я говорю, может, как говорится, два аккорда возьму и желание отбрать. Да, ну, все, давай, вот взяли ее. Как бы она хорошо играбельна. Мы даже бывают на репетициях раньше что-то пробовали такое вот, когда в этом какие-то переходики хотели классические сделать, типа, но потом думали, нет, что-то там пока одну на другую гитару там перепрыгнуть. Это вот, может, при записи было бы актуально, а так уже на выступлении это прыгать. У нас Андрей одну песню на гитаре играет, и по кайфу. Достаточно. Что на ней можно сыграть? А почему именно 12-струнка? А я, короче, в Ютубе какого-то гитариста видел, врать не буду, не помню, там, Джефф Батлер или что-то в этом роде, и он, получается, играет, во-первых, у него там какой-то струны у него нету, специально она убрана, и он на ней прям так играет по кайфу и перебором, у него там тоже ногти такие здоровые, и вот как-то вот звук вот понравился, как вот эта вот она вот, мне слышно, что не одна гитара играет, а сразу как полуоркестра заменяет. И вот как-то вот после этого думаю, попробовать хотя бы. А Розенбаума не слушал? Я знаю, что он тоже такой матерый мужик в этом плане, но не слушал я. Мимо прошел? Мимо, да. То есть ты не пробовал там на ковре «Желтых листьев» вальс-бастон? Не-не-не-не. Ну обычно, кто берет в руки «12-струнку» сразу на ковре «Желтых листьев» пытается эту композицию. Может быть, но у меня, говорю, как-то мимо он прошел. Не обратил. Я говорю, знаешь, что он как бы играет на «12-струнке»? Ну вот, зацепил вот мое поколение в основном. Вот начало его творчества как раз вот в начале 80-х годов. Это не твоя тема, да? Не моя, не моя. Ну давай что-нибудь. Ты пытался, ну пускай не твоя композиция, не ты сочинила, что-нибудь вот есть готовое, сыгранное на «12-струнке». Интересно послушать. Я изначально вот самое, когда только приехал, домой ее распаковал, мне сразу было интересно, как на ней будет этот «Шизгард», как на ней будет звучать. А потом, ну как бы я что-то там попробовал, конечно, сразу пальцы офигели. Ну да, это сложновато, конечно. Да, и там как бы все равно пока струны там маленько растянулись, потом со временем как-то было более проще. И ее еще, конечно, отстроить надо. Что, как говорится, ты сделал с моим китайцем, надо и дать. Я возьму, попробую, да, попробую. Не обещаю, но... Не думаю, будет вообще по кайфу, потому что в начале грифа как-то, ну все удобно на аккордах играть, а уже здесь, когда это гребанное баре, которое я вообще ненавижу, это баре, тут уже надо применять усилия конкретные и что-то пробовать. У меня баре получается, я люблю баре. Так вот, а вот я как бы, ну, редко пытаюсь на баре что-то исполнять, даже дома, потому что вот у меня палец просто тупо забивается, и все, и потом я не могу его разогнуть. У меня пацаны подкалывали, типа, почему типа мы играем в дропе D? Я говорю, а чтоб не вот так вот держать, а одним пальцем вот так было удобно держать. А она говорит, типа, ну все будет понятно. То есть они уже подстраивались под тебя? Ну да, просто я что-то как-то вот один раз, мне знакомый гитарист, типа, говорит, я, говорит, ну, это же три пальца надо зажимать там, что-то играть. Я, говорит, просто, говорит, верхнюю струну шестую на тон опустил пониже, и получается, тебе можно одним пальцем все играть. Вместо этого одним. И, говорит, удобнее, говорит, и может быть даже какие-то, ну, оставшиеся пальцы применить в другое дело. Ну, что мне, кстати, Дема один раз посоветовал, когда играешь, говорит, одним пальцем, и здесь, говорит, нужно еще два пальца добавить. Получается, будет не так звучать, а уже как-то получше. Секите, пацаны, вот, премудрость. Секите, пацаны. А я вот, между прочим, дай-ка мне по-другому играю, но я не смотрел, как положено-то. А я тоже не смотрел, как положено. Ну вот, мне кажется, надо вот так вот. Вот здесь, а ты здесь берешь. Я, если не ошибаюсь, самый первый аккорд я вообще, как бы в клипе у них было, вот я, походу, как говорится, в оригинале, да, я, ну, может быть, я что-то путаю. Нет, я не утверждаю, потому что это вот своими мозгами, мне кажется, вот своими ушами, вот я слышу вот так. У тебя звонче получается. Но эта гитара, конечно, у меня уже хранилась чисто дома. Ну, понятно. И чуть побережнее, если, конечно, дети бы еще не прыгали рядом с ней. И ничего в нее не бросали. Ничего не бросали, да, в нее. А этот китайский хандер, ханстер, он и в бане побывал, в горячей, в предбаннике холодном, в 40 минус градусов. Ну, поэтому там... То есть под пиво ты в баньке на нем... Нет, 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 не под пиво. Там, короче, просто, когда раньше жил у тещи, как бы все, как говорится, ненужное барахло хранилось не в доме. В любом месте, хоть в снегу, но не в доме. И я думал, чтобы... Я все боялся, чтобы ее как-то на дрова не пустили. Ну, деревянные же... Нервы наше выступление. 31 мая. Я помню, что 31 мая было. И получается, вот, Димон говорил, типа, давайте, типа, все вместе. Мы притаскивали наушники. И Саня в свои наушники садился. И говорит, все, давайте, говорит, вот будем. Этот... Под метрономчик. Все, говорит, будем это дело изучать туда-сюда, потому что, говорит, пацаны, говорит... Понятно, говорит, дело, что... Ческо играть мы все, говорит, умеем, но, говорит, все идет, как говорится, мимо кассы. Блин, все-таки это вот со всеми бывает такая проблема, блин. С одной стороны, я такой радостный, что не с одним со мной. Не, ну, пойди, вообще, как бы, я, как вот Андрей, кстати, говорил, что, типа, метронома много не надо, потому что, там, как вот нам кто-то говорил, я помню, типа, что-то минут 40, грубо, типа, 45 от силы, типа, в день, и это вообще достаточно. Кому-то там хватает 5 минут. Ну, нифиг на себе, это, мозги засирать, руки отваливаются, будто не в интерес будет. Ну, да, кому-то не в интерес будет. Хватает 5 минут, кому-то 10, как бы, ну, я вот дома, и то, я даже не под метроном. У меня на этом, на домашнем комбике есть тоже вот драм-машина, но это тот же и метроном, по идее. Вот бывает ее включая, и вот просто вот, как вот Андрей показывал, одну ноту, две ноты, одну ноту, две ноты, и вот как-то старался, 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 старался. Потом я Андрею сам про метроном и начал, говорит, хотя, когда у него там были проблемы, там какие-то по ритмике, я говорю, Андрей, тут говорю, как бы, ты нам должен замечание делать, а не мыть. Тебе, все-все-все-все, пацаны, я там, все, я исправлюсь. Да, я исправлюсь, я говорю, мы его еще подкалывали, типа, ну, как бы, не то, что подкалывали, типа, когда в точке выступления готовили, типа, как бы, ну, типа, там, Андрюха, у нас еще есть замена, имей ввиду. Он, все-все, пацаны, вы что, я, нет, я с вами там туда-сюда, все, говорит, будет нормально. А вот когда вот он приехал, вот сейчас вот получается, вообще очень-очень был рад, что он вообще приехал, что мероприятие у нас получилось, состоялось. Это практически юбилейный концерт, прошедший совершенно недавно, 21-го был в том году, а 20-го был в этом году. Да, все прошло, правда, все хорошо, все классно, и, конечно, там, с телевидением были немножко косяки-партаки, но в плане не звука, а в плане, что неправильно расставили, кто автор. Ну, это мелочь. Ну, да, как бы, это ничего страшного. Посмотри, началось, начались съемки с такого задрипанного канала, неизвестный блогер какой-то, говорит, давайте с вами интервью снимем, какой-то Андрюха Севера. А смотрите-ка, уже заинтересовалась чуть ли не оригинальный канал, самотлор, пожалуйста, у пацанов берет интервью и снимает их. Это офигенный прогресс, я считаю. Когда начали уже репетировать втроем, я, Дема и Колян, как бы... То есть без Андрюхи пока, без вокалистов? Да, без вокалистов, да, начали репетировать, вообще вспоминать, мы, конечно, все очень офигели, что какие-то там, как говорится, основное, это как бы все было, ну, всегда на уму, всегда проигрывалось. А вот какие-то там ставочки, там, бриджи, тем более барабанщик сменился, у него другая манера игры была. И как-то мы, ага, а вот как тут теперь вступить? То есть все равно пришлось подстраиваться под нового участника? Конечно, тем более, как бы Дема то, что все песни сводил, там, как бы, немножко и темп другой, и ритмика другая, в плане, что там, ну, понятное дело, что барабаны там немножко не так, как на выступлении. И как бы, мы его даже потом с Дема, типа, так ты послушай, мол, оригинал, типа, что тебе там, по тарелкам хреначить просто так, послушай, там, акценты, там, туда-сюда, чтобы хотя бы общая картинка была. Он, все, ладно, говорит, я бы послушай. А не стал он говорить, мол, а вот у меня свое видение? Не, ну, у него было, конечно, такое, в некоторых моментах он прям свое видение, можно сказать, и вставлял. Ну, мы, короче, как, когда у нас вот были уже съемки 20-го числа, мы, короче, как, чтобы, ну, все было, как, ну, телевидение не из телевидения, надо к этому отнестись по-серьезному. Мы все к Олену прям сказали, все подошли. Я говорю, Колян, давай, говорю, без выкобенивания своего, я говорю, давай, как надо, говорю, все сделаем. Попроще. Да, попроще, говорю. А в этот же день, вечером в конце, говорю, там, говорю, можешь хоть палками в зрители кидаться, вообще будет до лампочки. И все, в принципе, все так. Ну, я видел, все прошло так нормально. То есть песни были одним дублем? Нет, у нас вот, наоборот, самая первая песня, мой рок-н-ролл, она, короче, в самом конце, когда надо было дать по тарелкам. Коля забыл это сделать, короче, и все, и мы, короче, облажались. И сразу же начали спрашивать, типа, есть время на второй, типа, дубль? Там, кто-то, режиссер или кто, типа, да-да-да, типа, давайте. И мы заново, и на этом же самом месте мы опять, короче, лоханулись. В этом же самом месте, на втором дубле. Потом, короче, сказали, что, типа, ну, переснимать не будут, что-то там смонтируют, придумают. И, ну, видно, короче, что мы уже вроде бы как закончили на общем плане играть. А потом вот эта вот последняя нота уже была, видно, добавлена вообще там чуть ли не сгонщика, что-то, ну, типа такого. Видно, что сразу Коля сидит, точнее, димпланом и бьет по тарелкам. Вот видишь, ты сказал сейчас, сейчас люди будут смотреть и замечать. А так бы прошло, и все, никто бы не знал. Ну, это да, ну, просто я как-то к этому, ну, вообще, просмотр у меня такой был вообще тщательный, тщательный все просмотр. Ну, понятно, нифига себе, ну, во-первых, это событие такое. Ну, да. Я поэтому, как бы, идем услушал в отдельном, как говорится, канале, и себя слушал, и вообще общую картинку слушал, и на вокал обращал внимание. Ну, мы, конечно, не профессионалы, но, как говорится, главное нам по кайфу. Когда я узнал, что мой внук, басист группы NGC в прошлом, в недалеком прошлом, начал играть и вошел в состав какой-то группы, то первое, что он мне сказал, блин, дед, представляешь, пацаны занимаются именно творчеством, не бухают, не тратят время на всякую ерунду. Приехали, действительно, сделали дело, уехали. Вот это ему очень понравилось, что действительно вот не бухали. А то у него был опыт немного такой, ну, не сказать, чтобы негативный, но вот именно те пару групп, в которых он участвовал, действительно вот время проводили за этим делом. А, так типа, он про нас говорил то, что мы не бухаем? Да, да, вот именно как раз он отметил, вот первое что, это серьезное отношение к творческому процессу. Ну, вообще, поначалу были, даже как-то нам было страшно, типа, как-то при нем употреблять. Зайдет кунь-дядечка с фуражкой и припишет, как говорится, за несовершеннолетнего все сидеть не... Не, ну, правда, относились, конечно, по-серьезному. Просто и собирались раньше очень часто, как бы, мы одно и то же муссолили, играли, 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 и с каждым разом что-то добавлялось, добавлялось, добавлялось. Я прям на барабанах приколол, да, смотрю? Ну, что-то новенькое такое для меня. Я один раз постучал, это было, знаешь, в каком году? В 83-м году. Да. Чего-то, кто-то пытался подыграть, кто-то там на гитаре играл, случайно у нас группа была в технику, я зашел, и все. Больше я не садился. Это сколько лет прошло? Ну, считай, в 83-й год. До хрена лет. До хрена лет. 38 лет. КОНЕЦ 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 Еще одна грань таланта Дэна Он и так может Ну вот так, пацаны Я думаю, что получилось очень интересно Мы о многом узнали, что мы не знали Послушали и Дэна, и меня немножко И, кстати, я был удивлен, что у меня хоть что-то получилось Ну, пора прощаться Счастья вам всем, пацаны Дэн, ну хорош уже, я жрать хочу уже Чего ты все жрешь и жрешь Дэн, ну пошли, мне домой надо, Дэн Пошли уже Ну иди Ну куда я пойду, гитара-то моя Ну дай поиграть нормально Ну хорош уже, Дэн Дай медиатор лучше Блин, Дэн, на, ну время уже Спасибо